В эфире Петровка 38, я Екатерина Девятова, здравствуйте. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали участников организованной группы, которые занимались похищениями людей и вымогательством. Организовал ОПГ криминальный авторитет, известный как Казбек Рыжий. Он и его товарищи фактически выбивали деньги из коммерсантов. Одного из предпринимателей они вывезли за город, угрожали убить, требовали 2 миллиона рублей. Сколько подобных преступлений на счету банды, предстоит выяснить следователям. Кадры спецоперации по задержанию в материале Любови Фомичевой. Одновременно в четыре квартиры в разных районах Москвы и Подмосковья вырываются полицейские. Это спецоперация по задержанию организованной преступной группы. По информации стражей порядка, эти люди прошлым летом похитили человека. Установлено, что в августе 2018 года злоумышленники, находясь возле одного из домов по улице Можайский вал города Москвы, насильно посадили в автомобиль предпринимателя и увезли его в деревню Холм Можайского городского округа. От бизнесмена похитители хотели получить деньги 2 миллиона рублей. Бандиты долгое время удерживали свою жертву в бане. Мужчину жестоко избивали и угрожали расправой, если денег не будет. Часть суммы, которую требовали похитители, потерпевший им отдал, а также написал расписки по несуществующим долгам. Только после этого злоумышленники отпустили предпринимателя. Расписки потерпевшего, а также пневматический пистолет, 20 охотничьих патронов и GPS-трекер, с помощью которого злоумышленники отслеживали, где находится жертва, полицейские нашли при обысках, в квартирах подозреваемых. По версии следствия, лидер банды ранее неоднократно судимый, 49-летний так называемый вор в законе. В преступном мире он известен как Казбек Рыжий. За что задержаны, знаете? Нет, не знаю. Не знаете? Вором в законе являетесь? Никакого отношения не имею. Двое задержанных со следствием сотрудничать отказались. Они делают вид, что не понимают, в чем дело. За что задержаны сотрудниками полиции? Нет, не знаю. А ранее привлекался? Привлекался. За что? Я уже не помню. А вот этот мужчина рассказал о своей роли в банде. Говорит, был просто водителем. На автобусе за рулем? Да. А куда привозили людей? Куда ты их привозил? Я поехал по своим делам на дачу. И люди тоже туда попали? В настоящее время следователи устанавливают, сколько на счету у банды похищений людей и эпизодов вымогательства. Расследование продолжается. Любовь Фомичева, Петровка, 38. Прокатил иностранца. Столичный таксист незаконно обогатился за счет гостя из-за рубежа. Турист прилетел в Россию из Великобритании. В аэропорту взял такси. До пункта назначения доехали быстро, но за это время стоимость поездки взлетела, что называется, до небес. Марсель Нургатин разбирался. Из Великобритании в Москву Дейл прилетел к своей подруге. Хотел вызвать такси, но один из водителей подошел к нему сам. Подошел ко мне и сказал, я могу отвезти тебя куда нужно. Я назвал адрес, и он сказал, что отвезет меня за 2500 рублей. Я согласился. Ехали примерно полтора часа. Таксист довез Дейла до нужного адреса. Когда пришло время расплачиваться, водитель решил, с иностранца можно взять больше. Приехав на место, пассажир передал водителю 2500 рублей. Но таксист заявил, этого мало. Счетчик якобы накрутил в 10 раз больше. И теперь стоимость поездки 25 тысяч. Дейл удивился, но отдал деньги. После чего рассказал обо всем подруге-москвичке. Девушка поняла, что ее приятеля обманули. И вместе с ним поспешила в ближайший отдел полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Денежные средства были возвращены потерпевшему. В отделе полиции задержанный уверял, он никого не обманывал и посчитал все по-честному. У нас фиксированной цены нет. А как вы тогда рассчитываете цену? Таксометром цену сами поставляем. Ну вот как человек должен понять, оплата идет по минутной или по километражу? Какой тариф? Там минуты тоже бывают на пробке. И километраж тоже бывает. За мошенничество таксист рискует отправиться за решетку на два года. Марсель Нургатин, Елена Бабаева, Андрей Черненок, Петровка, 38. О том, что еще произошло в Москве и других городах страны, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. Подошел к охраннику парковки, попросил телефон, якобы вызвать такси, схватил гаджет и бросился бежать. На западе Москвы полицейские задержали 27-летнего гостя столицы, который зарабатывал себе на жизнь грабежами. Уже установлена его причастность к двум таким преступлениям. Изрядно выпивший молодой человек поехал домой на такси. Во время движения ни с того ни с сего стал бить водителя. Тот был вынужден остановиться. Во время потасовки пассажир забрал у таксиста деньги, потом несколько раз ударил по машине и бросился бежать. Установить личность злоумышленника труда не составило. В салоне автомобиля он забыл свой мобильный телефон. 24-летний парень задержан. Обманули дольщиков. 38 семей перечислили застройщику более 100 миллионов рублей и остались без квартиры денег. В Пятигорске руководители строительной компании подозревают в мошенничестве. Как считает следствие, возводить на этом участке дом никто не планировал. Стройплощадку оборудовали для отвода глаз, а деньги были просто присвоены. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Более 13,5 тонн замороженной вяленой рыбы, в том числе и редких пород, изъяли полицейские у браконьеров в Краснодарском крае. Уже установлены деликатесы, добыты незаконно и предназначались на продажу. Стражи порядка задержали 19 браконьеров. В их домах прошли обыски. За незаконную добычу рыб особо ценных пород злоумышленники пойдут под суд. Также к ответственности привлекут и чиновника, который отвечал за охрану водных биоресурсов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В Кемерове начинается судебный процесс над местным жителем, который научился печатать деньги. Поддельные купюры он сбывал через банкоматы. Мужчину вычислили после того, как он внес в банкомат 20 фальшивых пятитысячных купюр, то есть 100 тысяч рублей. К предприимчивому кемеровчанину пришли с обыском. Дома у него нашли и новую партию подделок, и все необходимое для их производства. В ходе обыска в его квартире обнаружен тайник, в котором находились 142 поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 710 тысяч рублей. Изъята оргтехника, специальная бумага, пленка и красящие вещества, при помощи которых обвиняемый распечатывал поддельные банкноты и имитировал элементы защиты. Готовые купюры он планировал сбывать на территории других регионов России. Более того, оказалось, что 48-летний мужчина ранее уже был судим за совершение такого же преступления. Новое уголовное дело в отношении него уже передано в суд. А далее просто дикая история из Воронежа. Там 45-летний мужчина на своем дорогом внедорожнике намеренно сбил курсанта института МЧС. Почему, пока точно неизвестно. Одна из версий такова. Учащиеся убирали территорию рядом с вузом. Один из курсантов случайно задел метлой внедорожник. На что водитель отреагировал немедленно. Он развернулся, разогнался и специально наехал на одного из молодых людей. За что теперь ответят по всей строгости закона. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сегодня в ночное время сотрудниками спецподразделения полиции совместно со следователями регионального следственного комитета задержан 45-летний местный житель, который подозревается в умышленном наезде на 21-летнего молодого человека с целью его убийства. Пострадавший молодой человек сейчас в больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ушибы головы, грудного отдела, а также гематому голени. Сам водитель давать показания отказался. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сегодня на ВДНХ начал работу 6-й московский международный салон образования. В этом году в нем участвуют учебные заведения из 20 стран. Главные гости выставки – абитуриенты. Им рассказали об образовательных программах, познакомили с новейшим учебным оборудованием, провели мастер-классы. Открытый урок для старшеклассников провел председатель правительства Дмитрий Медведев. Традиционно в выставке принимают участие и ведомственные вузы системы МВД. Екатерина Зотова побывала на открытии экспозиции. На площадках выставки планируется провести более 600 мероприятий. Ожидается 50 тысяч гостей. Одним из первых стал глава правительства Дмитрий Медведев. Ему рассказали о новейших технологиях, которые сегодня внедряют в школах. Например, портал «Электронная школа». На нем собраны онлайн-уроки от лучших российских учителей, виртуальные экскурсии, фильмы и другие обучающие материалы. Дмитрий Медведев и сам выступил в качестве педагога. Провел открытый урок для школьников. От вопросов не было отбоя. Главе правительства даже пришлось признаться. Он, как и все в школе, иногда получал двойки. В 10 классе, по одному из предметов, называть его не буду, была двойка даже в четверти. Но самое главное – собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось. Я все зачистил. Всех участников открытого урока пригласили на выставку. На вопросы абитуриентов отвечали представители ведущих учебных заведений страны. На площадке МВД в этом году особенно много интерактивных экспонатов. Все это тренажеры, на которых занимаются курсанты ведомственных вузов. Образовательные организации системы МВД России – это единый коллектив, единая система подготовки кадров. Кстати, самая большая на сегодняшний день у Российской Федерации. Она включает в себя 29 образовательных организаций и их 17 филиалов. Нижегородская академия МВД предлагает абитуриентам почувствовать себя полицейскими на важном задании. Нужно обезвредить целую группу преступников. Курсанты Белгородского юридического института всех желающих приглашают за штурвал полицейского катера. А Московский университет МВД в этом году сконцентрировался на высоких технологиях. На примере этого банкомата курсантов учат раскрывать кражи с кредитных карт. А это новейший микроскоп. Увеличение стократное. А вот новый тренажер Орловского юридического института. Вуз готовит сотрудников ГИБДД. Они используют оружие в пять раз чаще других полицейских. Поэтому курсанты отдельно отрабатывают навык стрельбы во время погони. Ситуация воссоздана экстремальная. Автомобиль движется на высокой скорости по неровной дороге. Резко разворачивается, резко тормозит и снова разгоняется. И вот в таких вот непростых условиях нужно попасть точно в цель. А это робот-психолог. Он анализирует изображение, полученное с камер наблюдения. Определяет, в каком человек эмоциональном состоянии. И насколько опасен для общества. В системе необходимо от пяти до десяти секунд для того, чтобы осуществить анализ вашего психоэмоционального состояния. Мы можем наблюдать виброауру зеленого цвета, что свидетельствует о том, что вы не представляете угрозы для окружающих. У экспонатов буквально выстраиваются очереди. Не только мальчики, но и девочки с удовольствием примеряют на себя профессию полицейского. Интересно, что это именно можно потрогать, самому поделать. Потому что после, когда рассказывают, это не так интересно. Выпускный экзамен у 11-ти классников совсем скоро. А сразу после вузы системы МВД откроют свои двери для тысяч абитуриентов. И ждут у себя лучших и самых талантливых. Екатерина Зотова, Сергей Емельянов, Петровка, 38. Репетиция парада в честь Дня Победы прошла сегодня на полигоне Алабина под Москвой. Все было почти точь в точь, как будет 9 мая. Сегодня в небо не поднялась только авиация из-за погоды. Для некоторых участников предстоящий парад Победы запомнится навсегда. В этом году впервые по Красной площади пройдут курсанты Московского университета МВД. Мой коллега Михаил Шептун наблюдал за репетицией. Новейшая техника авиации 35 парадных расчетов. Маршировать по брусчатке в этом году предстоит и будущим стражам порядка. Среди 10,5 тысяч участников парада Победы на Красной площади впервые батальон курсантов Московского университета МВД. Три раза в неделю по три прогона в день. Месяцы тренировок ради одного, но идеального марша. Во время репетиций все происходит точно по сценарию 9 мая. Даже выдерживается время, когда с трибуны выступает президент. А потом все заново. Вы на знамени, объезд и приветствие. Курсанты Московского университета МВД начали подготовку к параду еще в прошлом году. Сначала тренировались на территории вуза, потом отрабатывали строевой шаг в Лужниках. Теперь репетиции уже совместные с бронетехникой и авиацией. Тут наиболее приближены вообще все ощущения, все чувства, которые, скорее всего, будешь испытывать на Красной площади. И ответственность более масштабнее. Полицию на параде представят две роты курсантов – юноши и девушки. Отбор кандидатов провели в октябре. Из 4,5 тысяч выбрали 420 человек по строгим критериям. Отличная учеба, безупречная дисциплина, желание показать Московский университет. Ну и самое главное, наверное, это понимание строевого шага. Слышать должны и удар барабана, и ритм движения. Маршировать с частотой 120 шагов в минуту для будущих полицейских – совершенно новый опыт. Советом помогали и близкие. Отец Данила Боула сам три раза участвовал в параде на Красной площади. Мы разнашиваем туфли, потому что на брусчатках красная площадь немножко неровная. Там волны своеобразные, и будет сложнее ходить гораздо. Но для этого существуют генеральные репетиции. Тренироваться на полигоне в Алабине курсантам предстоит до 26 апреля. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая на Красной площади. Михаил Шептун, Евгений Ильин и Андрей Черненок. Петровка, 38. И вот на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До свидания.